Здравствуйте, уважаемые телезрители! Одним из самых главных праздников в православии, крещением Иисуса Христа в водах Иордана. Что интересно, ну сразу так, несколько моих таких вот мыслей, я перед этим вот хотел об этом рассказать. Что интересно, легенда, традиция зародилась в принципе в Иордане, да, то есть река Иордан, и там в тех широтах, где в принципе и сейчас воды достаточно теплые, да, в реках. Но тем не менее, вроде бы по логике в северных странах не должно было быть так широко распространено вот это купание на крещение. Но тем не менее, почему-то у нас массово, несмотря на то, что уже все условия против для того, чтобы купаться и креститься в реке. И тем не менее, люди идут, крестятся, купаются. И мне было бы интересно, и я думаю, нашим телезрителям узнать подробнее об этом празднике, а также подробно о церковных канонах, вот именно встречать этот праздник и как его отмечать. Да. Ну, во-первых, легенда это то, что люди придумали, а крещение на самом деле было, и этот случай описан, книжка называется «Библия», когда на берег реки Иордан к Иоанну Крестителю пришел Господь и крестился от Иоанна в водах, то есть в этой реке Иордане. И отсюда делают проруби на любом водоеме, река, озеро, и эти проруби называются в сегодняшний день и вчерашний день крещенский сочельник Иордании, вот именно название этой реки. Вот это первое. Второе, название этого праздника два, то есть крещение Господне и Богое явление, то есть явился Господь, явился в Троице, то есть сам Иисус Христос, мы видели, пришел на реку Иордан, когда Он крестился, на Него снизошел Дух Святой в виде голубя, и голос был с неба, сей Сыну Возлюбленный, о нем же послушайте, что Он скажет. Вот это первая икона Троицы и прославление Троицы, отсюда даже пословица «Бог любит Троицу». Ну и самое главное, это тоже третий праздник, у нас есть Пасха, самый главный праздник, Рождество, Матерь всех праздников, и крещение Господне и Богое явление, вот, одиннадцатых праздников. Теперь про суть самого крещения, вот, церковь вообще как-то существует вопреки всему, то есть вот нас, как вот, тебя обидели, ты отомсти, что-то неправо. Око за око, да, око за око, да. А в церковь наоборот говорит, по любви надо, по миру, вот так, вот так поступайте, и главное, если вы будете так поступать, будет счастье не только вам, но даже близким, потому что преподобный Серафим Саровский сказал, возле себя дух мирен, стяжи, то есть сам будь добрый, хороший человек, вокруг тебя тысячи спасутся. И не важно, кто они, по национальности или по вере. Вот так. То есть мы должны дарить тепло. И вот эти морозы, когда мы купаемся, мы согребаемся внутренним, душевным нашим теплом и благодатью Божией. Вот так. Ну вот, что интересно, вот эти вот мелкие, маленькие традиции, например, в праздновании этого праздника. Ну, к примеру, называется ли Иорданию купель, которая сделана не в виде креста? Можно ли назвать? Можно, но при одном условии. Купель может быть любая, в виде креста, там круглая, квадратная, треугольная, хоть в стиле хай-тек, скажем так. Но она тогда, купель Иордань, когда там воду осветил священник, любой из любого храма. Вот в этом году, к большому сожалению, ни на одну Иордань, то есть купель, где наши с вами готовили ни одного батюшку, ни одного храма не пригласили. То есть, в принципе, им и Бог не нужен, и крещение нужно, им надо вот это бултыхание в холодных водах. Но это уже не совсем Иордань, это, скорее всего, дань моди, вот так скажем, причем не очень хорошая. Вот, потому что, вот, я вот служил в нескольких северных регионах нашей страны, вот Кустанаев в частности, вот там в церковь могут ходить кто хочет, кто не хочет. Но кто хочет купаться, делали прорубь Иордань, и они собирались возле этой проруби. Оканчивается служба, батюшка из церкви идет крестным ходом к водоему, освещает, и уже все купаются. То есть, и верующие, и неверующие, там, кто придерживается каких-то традиций, кто совсем не придерживается. Единственное, был, конечно, критерий, что в нетрезвом состоянии купаться нельзя. Не то, что навредит, а даже грешно. Но вот так здесь, вот у нас как-то церковь сама по себе, вот эти ночные купания, у нас, я сам удивился, потому что ни одного горосвященника, ни отца Дмитрия с храма князя Владимира, ни отца Виктора, ни из нас собора, никто не пригласил. Я думаю, даже не собирались это делать. Просто дань моде, и все. Это не совсем правильно. А кто организовывал все это, кто за этим смотрел, и почему никакой согласованности между, в принципе, праздник-то православный и купание-то, по сути, посвященный самому празднику. То есть, непосредственно какая-то должна быть взаимосвязь церкви и власти для того, чтобы это было не только безопасно, но и, в принципе, отвечало своей цели. Ну, вы знаете, вот в этом году я не знаю, кто организовал, но я думаю, не совсем эта власть должна отвечать, а должны отвечать те люди, которые эти купели и проруби делали. Вот. Потому что вот именно несогласованность, ну, по-русски это расхлябанность и разгильдяйство называется. Вот. Потому что этим людям, которые, наверное, купели делали, потому что Иорданию их назвать нельзя, вот, неинтересен ни Бог, не смысл праздника самого, вот, они преследуют какие-то, наверное, свои какие-то другие цели. Потому что, вот, я всегда говорю, вот, в Библии написано, как надо в купеле купаться в проруби. Человек должен прийти, исповедовать грехи свои в церкви. Он же не будет на проруби кричать, что он там курит или много выпивает или изменяет супруги к своей примеру, да, и каяться, этого больше делать не будет. Поставить свечку за врагов и с чистой душой идти на эту Иордань, окунуться три раза, если он православный, то перекреститься перед каждым. Два раза до половины, третий раз головой, по уставу. Вот. И выйти уже, скажем так, с обновленность, с чистой душой и дальше жить уже, стараться жить по законам Божьим. Это правило, как надо делать. Ну, а как сейчас все происходит, вы видите, вот это, думаю, совсем не что-то не по правилам. Но я вот хочу телезрителям сказать, кто был, ночью купался, вы не расстраивайтесь. Вот сегодня и завтра храмы все будут открыты. Даже если вы купались, вы все равно придите после купания уже, лучше поздно, чем никогда в храм, поставьте свечку за врагов, простите всем. Вы правы, они правы, Бог им всем судья. Чтобы вот этот праздник и благодать Божия воскоснулась и душа мылась в святых водах даже нашей реки Илег. Потому что в любом случае мы, конечно, будем освящать это все тело. Еще, ну, еще такая одна из проблем, это распитие спиртных напитков как раз-таки перед таким купанием. В любом случае я знаю, что церковь к этому относится негативно. Почему, кстати? Ну, во-первых, давайте так, чтобы, потому что нас не только верующие смотрят, потому что не верующие нас смотрят. Можно ли пьяным садиться за руль? Категорически нет. Правда же, да? Любое маломальское серьезное дело, то есть вождение автомобиля, подписание какого-то важного документа, да? Даже вот что-то серьезное мы должны делать на трезвую голову. Тем более на трезвую голову надо делать общение с Богом. А вот когда вы уже искупались и уже приехали домой, если вы себе позволите, скажем так, труда ради бденного, небольшую красовольку вина, за вас это никто не судит. Но если вы уже к этому времени, скажем так, чересчур подготовлены, в кавычках пришли на прорубь, то это только грех, это кощунство. Потому что этого делать нельзя. Вот. Ну и самое главное, во всем должна быть мера. Вот. Главное не в купании, не то, чтобы в мороз, в ледяную воду окунулись, а в том, чтобы постараться душой стать чище. А как она с алкоголем душа может стать чище? Это только на грязь и на глупости подвигает большая часть нашего населения. Ну и самое главное, почему пьют? Потому что, к большому сожалению, наши мужчины все трусы. И хоть они бровадятся, что они не боятся ни проруби, ни холодной воды, однако на трезвую голову не каждый решается додолезть. Трусость. Для смелости, да? Для смелости, конечно, да. Вот интересно, что на прорубях было, ну, тысячи людей собрались. Были ли эти тысячи в храмах у нас в Актюбинских? И вообще, как проходила сегодня торжественная служба, со скольки до скольки? И как примерно, потому что вы до этого говорили, что у вас прям посменно вот проходило это все. Насколько сложно это было вообще? Ну, раньше было сложнее, сейчас немножко полегче. Почему? Потому что у нас четыре священника. Вот. У нас был суточный круг богослужений. То есть первое священие воды было на сочельник. Второе священие воды было в ночью. Это в храме князя Владимира Ислужащиха Дмитрия ночная служба была. И сегодняшнее уже дневное священие воды. То есть в течение суток непрерывно во всех храмах освящалась вода. И давалась непосредственно верующим людям. Вот. Вот. Ну, люди идут и сейчас, потому что многие на работе, многие просто решили, скажем так, вот отдохнуть, в тепле поспать, чтобы ночью не морозиться, а потом выйти вот так по свежему воздуху, по морозу, в церковь за святой водой прийти. Ну, слава Богу, что приходят. Потому что все-таки праздник большой. И как солнышко светит на злых и не сильно злых, на добрых и очень добрых, так и благодать Божия на всех людей действует. Слава Богу. Приходите, молитесь, набирайте водичку. Были вы в Иордане. Придите в церковь, свечу за врагов поставьте. Не были на Иордане. Даже вот этот ковшечек маленький можно взять святой воды и дома выпить или немножко умыться. Это тоже будет считаться малой вашей домашней Иордане. Спасибо большое. Спасибо большое. Еще раз хотелось поздравить с праздником, а также всех наших телезрителей. И напомнить, что в нашей студии был настоятель Свято-Никульского кафедрального собора и романах Нектарий. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok